Скетти, а вот что-то мне вообще не нравится твой новый телефон, может быть я тебе лучше старый отремонтирую? Да ты что, Панки, этот телефон очень классный, он тебе не нравится только потому, что мне его Луау подарил. Эй, малыш Скеттербой, а давай мы с тобой аварию устроим, хе-хе. Да ты что, какую аварию? Это мои любимые машины, я ни за что не буду их разбивать. Ну ведь так же скучно и неинтересно совсем. А вот мне неинтересно мои машины портить, ты лучше вообще больше к ним не подходи. Панки, да только посмотри на них, мне кажется они сейчас совсем поругаются. Да и пусть ругаются, это же пацаны и будет еще лучше, если они вообще подерутся. Да ты что, Панки, мы же отвечаем за наших братиков, не хватало еще, чтобы они с синяками домой вернулись. Эй, ну ты что такой жадный, ты же мне сам говорил, что мы с тобой будем вместе играть. Да мало ли чего я говорил, ты приноси свои игрушки на площадку, вот и играй с ними. Ребята, вы почему ругаетесь, вы что не можете дружно поиграть? А он первый начал, он хочет машины мои разбить. Да нет же, это он первый начал, машинки мне не дают поиграть. Ну все, мне это уже надоело, похоже вы уже наигрались на сегодня. Панки, я с братишкой домой пойду, а то он уже совсем меня не слушается. Эй, а мы же машину мою вторую забыли. Ну вот, эти мелкие нам всю прогулку испортили, теперь больше вообще с ними гулять не пойдем. Ой, кажется Скейти свой телефон забыла. Эй, братишка, пойдем уже домой, а то мне нужно Скейти телефон отнести. А можно я с тобой к Скейти пойду? Нет, я тебя домой отведу и пойду один, не хватало еще, чтобы вы снова со Скейтер Боем поругались. Ладно, но только машину эту ты ему не относи, я ему потом ее отдам. А может быть мне лучше потерять этот телефон, чтобы Скейти не ходила с телефоном, который ей этот Луао подарил. Ну что скажешь, Луао, как тебе мой новый костюм? Да, костюмчик неплохой, Некст, но твой старый костюм мне как-то больше нравился. Да, старый костюм был вообще классный, жалко, что у меня его украли. А может быть тебе точно такой же купить? Да я все магазины обошел, нигде таких больше нету, зато смотри, какой я классный Скейт купил себе. Ух ты, действительно классный, надо мне тоже такой купить, а то вдруг все-таки Скейти захочет поучить меня кататься. Да ты пока можешь мой Скейт взять, просто позвони Скейти и скажи, что у тебя новый Скейт появился, пускай она уже потренирует тебя. А что, ты прав, Некст, как раз будет повод со Скейти поболтать. Братишка, я пойду к Скейти схожу, а ты дома один остаешься, только веди себя хорошо. Да конечно, иди, Панки, я люблю дома один оставаться, буду на кресло-качалке кататься. Эй, ты только сильно не раскачивайся, чтобы потом не пришлось мне тебя с люстры снимать. Да нормально все будет, ты можешь даже не переживать за меня. Ой, это кажется, телефон Скейти звонит. Наверное, подружки ее звонят, а может быть мне с ними пообщаться немного? Хе-хе, что-то я не понял, а чего это ей Луау звонит? Похоже, что это совсем не подружка. Интересно, как Скейти мне все это объяснит? Сестренка, ну купи мне, пожалуйста, хот-дог, но только один, ну и самый маленький, а? Братишка, ну потерпи немножко, давай лучше мы быстрее домой придем и суп покушаем. Да не хочу я суп, я хочу хот-дог. Да нету у меня денег на хот-дог, ты что думаешь, их бесплатно здесь раздают? Ой, Скейти, привет, рад тебя видеть. Привет, Луау, я тоже рада тебя видеть. А это что, твой маленький братишка? Хе-хе. Да, это малыш Скейтербой, мой младший братик. И никакой я уже не маленький, я уже очень большой, между прочим. Хе, прикольный у тебя братик, а у тебя, малыш Скейтербой, классная сестра. Она классная, когда покупает мне что-нибудь вкусненькое, а сегодня она мне даже хот-дог купить не хочет. Да я просто деньги с собой не взяла. Да ты не переживай, Скейти, я куплю ему хот-дог, у меня как раз с собой деньги есть. Дайте мне, пожалуйста, хот-дог. Вот, держи, малыш, это тебе. Ух ты, это же мой любимый хот-дог. Ой, ну спасибо тебе, Луау, я отдам тебе деньги, когда увижу тебя в следующий раз. Да ты что, Скейти, какие деньги, ты лучше поучи меня кататься на Скейте, помнишь, ты мне обещала? Ой, в самом деле обещала, а я уже и забыла. Хе-хе. Ну так что, научишь меня, может быть сегодня потренируемся? Ну хорошо, Луау, давай через полчаса, я только малыша Скейтербой домой отведу. Эй, а может быть мне не надо домой, может быть я с вами на Скейте покатаюсь? Хе, прикольно, я, наверное, ее прям здесь подожду, не буду никуда уходить. Эх, че-то мне без своей команды вообще нечем заняться, и надо же было мне сразу и с Элвисом, и с Бет поругаться. Надо попробовать помириться мне с ними, и не искать же мне себе новую команду. Че-то я не понял, похоже это тот самый парень, который костюм у Некста украл. Надо Нексту позвонить и все ему рассказать. Алло, Некст, давай скорее подходи на остановку, я тут видел парня в твоем костюме. Не может быть, Луау, ты только его из виду не упускай. Хорошо, Некст, я пойду прослежу за ним, а ты еще Кинг Би позови. Да, Луау прав, надо еще Кинг Би позвать, но этот раз он точно от нас не уйдет. Ну наконец-то мы домой дошли, ты вел себя сегодня, братишка, просто ужасно. Да нормально я себя вел, это ты сегодня какая-то жадная была. А ты в следующий раз, малыш Скейтербой, будешь с братом ходить на детскую площадку. Ой, кажется я на детской площадке телефон свой забыла. Интересно, он еще там или его кто-нибудь уже забрал? Эй, Скитти, а ты случайно ничего не потеряла? Ой, Панки, у тебя мой телефон, а я уже думала, что никогда его не найду. Да, ты его на лавочке забыла, я уже не стал тебя догонять, думаю сам тебе его отнесу. Ой, ну спасибо, Панки, ты у меня такой замечательный. А ты скажи мне, Скитти, чего это вдруг тебе Луау звонил? Правда, он мне звонил, а я даже и не знала? Ну да, звонил для чего-то, я не стал трубку брать, и ты потом тоже не отвечай, когда он будет звонить. Панки, ну чего это я не буду отвечать, а вдруг это будет что-то важное? Да ничего важного у тебя с ним быть не может, пойдем погуляем уже куда-нибудь вместе, раз уж я к тебе пришел. Ой, Панки, а я сейчас не могу, я сейчас пообещала Луау поучить его кататься на Скейте. Что? Да с чего это бы ты его учила? Да я просто встретила его только что случайно и пообещала ему. А вот зря ты ему пообещала, никуда ты с ним не пойдешь, ты лучше со мной сейчас куда-нибудь сходи. Да нет же, Панки, я не могу нарушить свое обещание, давай мы с тобой потом куда-нибудь сходим после тренировки. Да я вообще не хочу, чтобы ты его учила, нечего тебе с ним общаться. Ну знаешь что, Панки, я сама решаю с кем мне общаться, а что нет, и ты не можешь запретить мне учить Луау кататься на Скейте. Ну раз так, то иди к своему Луау, если он для тебя важнее, чем я. Ну вот, теперь еще и с Панки поругалась, все настроение теперь испорчено. Странно, что Луау еще не пришел, я наверное подожду здесь его, надеюсь он не будет долго задерживаться. Ну что, настало время мне снова свою команду собирать, сначала я Бет позвоню, не зря же я такой крутой костюм украл, чтобы ей понравиться. Ты что звонишь мне, Найтфилл, я же тебе сказала, что не хочу борща с тобой общаться. Да ладно тебе, Бет, давай возвращайся в нашу команду, без тебя как-то скучно стало. Да никакая мы не команда, Найтфилл, вы с Элвисом на Некста напали и даже меня не спросили. Ну что ты, Бет, давай уже забудем об этом. Ну уж нет, Найтфилл, я лучше забуду, что дружила с вами когда-то. Ну надо же, какая упрямая, ну ничего, надеюсь с Элвисом попроще будет. Алло, привет Элвис, как дела, ты давай уже наконец-то в нашу команду возвращайся. Да не хочу я быть, Найтфилл, в вашей команде, вы с Бет подстроили, чтобы я с Би-Би поругался, после этого как я могу с вами общаться. Да это же девчонки, Элвис, сегодня они есть, завтра нет, ну что ты обижаешься. Я больше не доверяю тебе, Найтфилл, и не надо больше мне звонить. Ну где же, ребята, сейчас самое время разобраться с этим парнем. Сейчас позвоню Нексту, скажу, чтобы они поторапливались там. О, а вот как раз и Некст, интересно, что же сейчас будет? Эй ты, вот так встреча, что не ожидал меня так скоро увидеть? Да мне вообще все равно, иди лучше, куда шел. Я обязательно уйду, только ты верни мне сначала все мои вещи, которые ты украл. А ты докажи, что я у тебя их украл, может быть ты мне все это подарил. Что-то я вижу Некст, он совсем по-хорошему не понимает. Ну да, он думает, он один такой умный. Хе-хе, эй, а ты откуда вовзялся? Вообще-то нас здесь много, так что давай лучше раздевайся по-хорошему. Да ладно, ладно вам, я сейчас все отдам, только не бейте меня. А это уже как тебе повезет, давай быстро раздевайся. Ну че вы пацаны, так же нечестно, трое на одного. С такими как ты, только так и надо, и больше не попадайся на моем пути. Кто-нибудь на помощь, на меня хулиганы напали. А классно, ребята, мы его проучили. Да, спасибо вам, друзья, если бы не вы, у меня бы ничего не получилось. Но мы же друзья Некст, а друзья всегда должны друг другу помогать. Это точно, теперь мне только осталось все это домой донести. Хе-хе, а ты Луау сейчас тоже домой идешь? Да, я вообще-то не думал, Кинг Би. Ой, я же совсем забыл, меня же там Скетти ждет. А что еще за Скетти, ты мне ничего не говорил. Ну все, надоело мне его ждать. Он что, решил подшутить надо мной сегодня? Я еще телефон как назло дома оставила, даже позвонить ему не могу. Только зря я за этого Луау с Панки поругалась. Ну вот, Кинг Би, я так и знал, что она меня не дождется. Да ты позвони ей и объясни, из-за чего ты опоздал. Да, ты прав, сейчас постараюсь дозвониться до нее. Ну конечно, она теперь обиделась на меня и трубку не берет. А может быть, Луау, и хорошо, что все так получилось. Может быть, эта Скетти вообще не пара тебе? Да ты просто не знаешь ее, Кинг Би. Скетти, она очень классная. А вы, ребята, как считаете, она подходит мне или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А еще обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал Веселые Игрушки. Только не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о премьере нашего нового видео. Субтитры сделал DimaTorzok